Настроить среду. Я вам буду рассказывать одну сказку про человека, который поехал в командировку. Ну вот вроде меня. Ну и на конференции ему понадобился доступ к твоему рабочему окружению внезапно. Ну клиента нету. Ну тут мы пытаемся клиент поставить, потому что у меня рабочее окружение вон там вот стоит возле розетки. Он здесь. Это собственно то, чем мы занимаемся на работе. Мы разрабатываем такую систему для удаленного доступа через веб. Называется WebVPN. То есть клиенту нужен только браузер. Он открывает его, устанавливает HTTPS соединение, безопасное в свою сеть. И черт побери. Ну и стыкаются с проблемой. Ладно. Попробуем без этого. Вот. Ему нужен только браузер. Он соединяется с таким аппаратным решением. Такая себе коробочка, которая браузит внутреннюю сеть. Ну и все эти свои данные, которые она там набраузила, она передает через этот HTTPS канал клиенту. Это содержит джаваскрипты, ссылки, какие-то джаву, флэш, которые переписываются таким образом, чтобы все ссылки ввели через эту коробочку. Очень удобно. Оно как бы вот так работает, но не всегда, потому что мир жесток, и мы переписываем самый различный контент, который может быть несовместим с нашей коробочкой. Вот. Ну и время от времени возникают ошибки. И вот этот вот клиент, который поехал в командировку, не получил доступ к своим данным, он звонит в нашу техподдержку и говорит, ребята, у меня проблема. Я не могу присоединиться к своему, скажем, Outlook Web Access. Ну и наш инженер поддержки спрашивает, а в чем же проблема, узнает там, в чем проблема. Ну и если не удалось сделать какой-то воркараунд, он просит, а вы можете сделать нам временный доступ в свою сеть, чтобы наши инженеры посмотрели. Ну и часто это невозможно, потому что это создать аккаунт, потом проследить, чтобы он был удален, проследить, чтобы мы не имели какого-то доступа к секретному. Вот. Но этот говорит нет. В таком случае, ну мы открыты просто для решения таких проблем. Мы предоставляем им… Нет, это не мое. Мы предоставляем им возможность записать сессию и потом дать нам файл с этой сессией, где у них возникает проблема, чтобы мы проанализировали. Есть три основных способа записать эту сессию. Один из них – это программа, которая встраивается в браузер, ну как HeadCrab, и знает все, что браузер думает. То есть он имеет доступ к кишу браузера, знает все запросы, даже не расшифровывая HTTPS. Один из таких – это HTTP Watch. Вы, наверное, могли слышать. Он знает про браузер все. Есть бесплатный клиент, с которым можно сделать запись и потом передать нам. Второй способ – это прокси. Настроить браузер так, чтобы он ходил через определенную программку, которая сохраняет все там, что через нее прошло. Такой себе man in the middle с блокнотом. Например, Fiddler 2. Очень популярный такой под Windows. Ну или Charles. И третий способ – это использовать снифер пакетов вроде Wireshark. Ну тут как бы сложность в том, что мы должны иметь сертификаты, ну либо бесконечно времени, чтобы хакнуть сессию и посмотреть, что же там произошло в этом HTTPS. Ну и для того, чтобы расследовать такие кейсы и потом иметь возможность повторить проблему и потом иметь возможность повторить эту проблему для того, чтобы посмотреть, насколько она решена в юнит-тестах, мы сделали такие конверторы из этих форматов сниферов. Что они делают? Они распаковывают сессию. Там получается файл индекс, в котором записываются запросы. И для каждого запроса есть тело запроса с хедером и тело ответа тоже с хедером. И веб-плеер старается совместить то, что он получает от браузера, запрос, с тем, что у него есть и выдать похожее. Вот. Ну и что это он дает? Это нам, ну помимо того, что мы можем повторить эту ошибку, даже не имея доступа к среде клиента, такой секретной, мы можем работать над решением этой проблемы. И кроме того, мы можем форматировать JavaScript, который был обфускated по каким-то причинам. мы можем вставлять свои какие-то изменения, например, дополнительный вывод в консольку или как-то модифицировать поведение этого JavaScript, чтобы он был более дружественным. Ну и попробовать решить даже проблему, не устанавливая новую прошивку у клиента. Ну и еще, кроме того, я слышал тут, многие работают с проектами, которые по часу компилируются, прежде чем вы можете посмотреть на сервере, как оно работает. Ну там это может быть не связано с динамичным питоном. Может быть у вас там есть какие-то части на Java или еще какие-то причины. Это позволяет, не запуская весь процесс постройки проекта, подхакать какое-то поведение и посмотреть, как оно ведет себя. Если хорошо, то можно уже портировать в базу и чекинить. Вот, собственно, не получилось нам продемонстрировать. Ну, если кому интересно, могу показать на ноуте. Спасибо.